Ваше интервью изданию «Зеркало неделя» и вы сказали, что блокада оккупированного Донбасса сейчас это экономическая блокада, это глупость и недальновидность. Вот у меня вопрос, это стало глупостью сейчас или это было глупостью всегда? Давайте изначально поставим точки над «и», скажем так, реперные какие-то отметки. Блокады в полном понимании этого смысла слова никогда не было. И нет. Поэтому говорить об отмене блокады, это по меньшей мере как-то не очень серьезно. Будучи на Луганщине, я неоднократно сам себе задавал вопрос и не мог найти на него ответ, если честно. Почему мы запрещаем провозить воду на оккупированную территорию? Мы хотим людей уморить жаждой? Почему мы запрещаем провозить колбасу? Мы хотим их уморить голодом. Так они не умирают ни от жажды, ни от голода. Они прекрасно покупают только не украинскую колбасу и воду, а российскую. В то же время для меня было три вопросительных знака, почему запрещая провозить сыр и куриное мясо, мы разрешаем вагонами провозить мобильные телефоны, планшеты и оргтехнику. Ответов на эти вопросы в то время я получить, к сожалению, не мог. Из-под контрольной Украины территорию туда, в самопровозглашенной республике. Да, я никогда этого не скрывал. Я у себя и на фейсбуке об этом писал, и говорил на телеканалах неоднократно. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно сейчас такой ажиотаж к моему интервью, хотя я уже месяца два, наверное, как говорю, практически одно и то же, не скрывая. Вы раньше были против, по-моему, да? Это вот знаменитая фотография, где горит фура, и вы напротив нее. То есть это ведь были, я так понимаю, в этой фуре как раз были продукты или что-то, то, что туда везли, да? Там были контрафактные сигареты. Но это туда завозилось, типа в Луганск вывозили? Да, да, совершенно верно. Вот, и на эти вопросы ответов практически не было. И у меня их не было, и я ни от кого не мог их получить. В чем логика? Давайте искать не эмоции, а логику в поступках. Я видел, что все, что происходит, это алогично. И, честно говоря, только лишь ознакомившись с теми рекомендациями, которые были выписаны крупнейшими международными экспертами в вопросах конфликтологии, которые больше 30 лет изучают проблему локальных военных конфликтов. Я понял, что фактически мы совершаем, мы уже совершили, достаточно серьезную ошибку, которую нам придется исправлять. Исходя из того, что, опять-таки, мы будем говорить, реальной блокады полной никогда не было, нет сейчас и в обозримом будущем, в ближайшем ее не будет, то вытеснять самим, скажем так, потребительские товары украинского производства с достаточно серьезной долей рынка, это экономически, я считаю, необоснованно раз. Во-вторых, кто заинтересован в том, чтобы на оккупированной территории уже практически полноправно функционировала рублевая банковская система? Ну, наверное, же не Украина. Между прочим, такой сценарий Россия проводила практически во всех своих горячих точках. Одним из первых шагов после, на поствоенном пространстве, это было введение и завоз рублевой массы. Такой же сценарий мы сейчас получаем на Донбассе. Поэтому я глубоко убежден, что в этом допущена очень серьезная ошибка. И нам за нее еще придется оплатить не военными какими-то действиями, а с точки зрения экономики и социальных последствий. Вот то, что вы сейчас говорили.